Далеко-далеко на севере, в начале зимы, уходит с небосклона солнце, и поднимается ввысь красавица луна. Она правит звездами и планетами ровно полгода. Полгода длится полярная ночь, а весною вновь сменяет ее властитель неба солнце. Солнце опять на полгода становится хозяином неба. День длится шесть месяцев, но так было не всегда. Когда-то солнце и луна правили небосводом вместе. Вокруг них сверкали их многочисленные дети, звезды. И вот однажды вновь появилось у них маленькое сияющее счастье, новая звездочка. Родители были счастливы. Мама луна воюкала свою дитятка, а отец солнца грел ее своими лучами. И вот решил солнце порадовать луну и всех лесных зверей подарками. Прибежали к нему звери, и только хотел он одарить их, но в эту же минуту вылезли из-под земли коварные тролли. Им не нравился яркий свет. Он резал им глаза, ведь они привыкли к вечной темноте в своих пещерах. Не видать вам солнца, как в своих ушей? Таково проклятие троллей! О-ха-ха-ха! Наступила темнота. Проснулась матушка луна, испугалась темноты, закричала, где же солнце, где же свет? Стала она искать солнца, но его нигде не было. И в этот момент звездочка вдруг выскользнула из рук матери и полетела на землю. Как раз добрая женщина выходила из своего жилища и увидела, как звездочка упала с неба. Прямо к ее ногам упала. Береги мою доченьку, звездочку! Как своих детей беречь буду! Так, звездочка, и осталась жить у северных оленеводов в большой многодетной семье. Прошло несколько лет. Звездочка выросла, научилась ткать, вышивать, ухаживать за оленями, а еще ловить рыбу и готовить еду на огне. Добрая женщина не могла нарадоваться своей приемной дочери. И все бы хорошо, но за все эти годы ни разу не появилось на небе солнышко. Ни одним своим лучиком не осветило оно землю. И вот однажды звездочка спросила. Матушка, почему я не такая, как все? Все люди, как люди, а я звезда. И почему в нашем королю всегда так темно? Доченька моя, расскажи у тебя всю правду. Я нашла тебя совсем маленькой. Твой отчий дом на небе, вот твоя настоящая мать. Поговори с ней. В далекой темноте осветилась одинокая печальная луна. Уважаемая луна, вы правда моя матушка? Да, доченька моя, а отец твой сам солнце. Но его похитили с нашего неба. И вот звездочка отправилась на север. Через снежную тундру, через таежный лес, Через пургу и вьюга, пока не выбилась из сил. Прилегла она, чтобы отдохнуть и уснула. А когда проснулась, увидала вокруг зверей. Откуда ты пришла к нам, звездочка? Я ищу своего отца солнца. Мы видели, как много лет назад промчались по небу тролли с украденным солнцем. Они утащили его на далекий север. Тебе нужен магический бубен. Он разрушит чары и освободит солнце. Ударим в него три раза. И разрушились чары, и вышло солнце. И вновь осветило лучами всю землю. Соединилась семья, но, увы, забылось проклятие троллей. Отныне солнце и луна по очереди правят небом. Но стоит солнцу появиться весной на небосклоне, А даряет он своими подарками всех живучих на земле. Поют птицы, распускаются цветы. Люди радуются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин